Дамы и господа, встреча со спикером. У нас сегодня в гостях человек, который почти всю свою карьеру занимался тем, что управлял нефтегазовыми и нефтехимическими компаниями. Это Закиров Камиль Крусович. Давайте похлопаем ему. Здравствуйте. Камиль, добрый день. Давайте присядем, а то что-то... Где я? Здесь. Давайте. Странно стоит. Камиль Крусович, человек, который почти всю свою карьеру укладывает нефтегазовыми и нефтесервисными компаниями, сейчас возглавляет институционную компанию, вкладывающуюся в новые технологии в сфере добычи. Верно? Да. Супер. По поводу механики. У нас тоже будет сегодня где-то 45 минут-час. Что мы будем делать? То есть, как можно будет задавать вопросы? Что мы будем делать? Мы будем разговаривать с Камильем, поговорим с ним о его начале карьеры, об опыте генерального директора. И надеемся получить пару советов, что делать нужно сейчас студенту, чтобы достичь таких карьерных высот. Как мы это будем делать? Ну, то есть, мы с Гришей подготовились, с Лерой набросали несколько вопросов, которые... то есть, взяли те вопросы, которые вы нам задали, набросали своих вопросов, ну, то есть, чтобы нам было интересно, как студентам и молодым специалистам. Соответственно, вы можете задавать... от вас мы тоже ждем вопросов. Как можно их задавать? Можно поднимать руку, мы передадим вам слово, и вы спросите. Либо воспользуемся той же самой технологией, что была в прошлый раз. Заходите на menti.com и вводите 71-42-46. Окей? А есть ли у кого-то какие-либо вопросы? Все, ну тогда начинаем. Все, супер. Камиль, здрасте, еще раз, спасибо большое, что пришли. Да, давайте начнем, ну, давайте прям со студенческой скамьи. Вы заканчивали Самарский государственный технический университет. То есть, вопрос, а почему вы туда поступили? Как так получилось, что вы поступили на автоматизированную систему управления? Ну, просто, сейчас посмеетесь. Нет, серьезно, пацаны, вот смотрите, очень, 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 на самом деле все банально. Я не поехал в Москву, потому что не был уверен в своих силах. Раньше система поступления была чуть-чуть другая, поступать можно было за один раз только в один вуз. Если пролетел, то как бы ждешь следующий год и потом поступаешь только в следующий год. С такой лафы, который у вас сегодня есть, когда ты поступаешь сразу много куда, а потом сидишь выбираешь, такого не было. Поэтому выбор был, ну, такой, ошибаться только один раз. Ошибаться не хотелось. Москва была далеко, и она оказалась сложной, и нужен был для этого бюджет, которого не было, денег не было. Поэтому Самара, которая была поближе, политех, который был понятен, он еще был понятен, потому что там учился старший брат, он учился на нефтеном. Но как-то вот нефтянка не приличала, потому что 30 лет назад было понимание, что нефть скоро закончится. Серьезно. Часто так говорят. Да, и поэтому это было как-то немодно, но вот мой старший брат, он кроме того, что учился, там был мощный у них театр поэзии, театральные дела они занимались. И он мне говорит, слушай, у меня вот в театре в основном ребята с электротехнического факультета, и они все такие продвинутые, такие интересные там, ребят, наверное, чему-то интересному учатся. Ты сходи туда, посмотри. Вот я селился, посмотрел, вернулся и поступил. На самом деле очень удивляли меня мои сверстники, которые в 16 лет четко знали, что они хотят от этой жизни. Для меня это было таким вот удивлением, как можно в 16 лет знать, чем ты собираешься заниматься всю оставшуюся жизнь. И это вот одно из тех решений, поступай как хочешь, все равно потом об этом пожалеешь. И здесь, наверное, надо идти просто куда идется и идти. Так получилось. То есть, вот, да, этот ответ так получилось. То есть, изначально вы не знали, куда именно вы пойдете? Понятия не имел. Но просто, серьезно, просто потому, что это был продвинутый по факультет, и вот под этим названием скрывается робототехника и все такие вот модные вещи. А 30 лет назад это только-только все начиналось, и было очень здорово, и было модно. Я абсолютно не понимал в электронике, в электротехнике, но как-то вот, да. Вот вы поступили, и настала пора студенчества. Что вы именно делали в эту пору, и как она вам помогла при движении в дальнейшем? Смотрите, вот я сегодня специально пришел пораньше, чтобы посмотреть на вас, да, и очень приятно посмотреть, потому что вас никто не заставляет, да, вам за это оценки не ставят, стипендию вам не платят за то, что вы сюда ходите, там, и так далее, да. И никакой гарантии, что завтра закончившее, вроде, такое крутое мероприятие, будет какая-то от этого плюс, никаких гарантий никто не дает. Никаких гарантий не дает. Да. Вот. Но, тем не менее, я специально наблюдал, вы все активно работали, никто не халявил, никто спокойно, хорошо, и за уши притянуто ничего не было. Вы занимаетесь делом, которое вы видите интересным, это здорово. Студенчество уже такое время, оно самое благодатное. С одной стороны, открываются возможности, с другой стороны, у вас еще нет пока то, что называется liability, да, ответственности нет. Вот. Поэтому это короткое время, оно скоро закончится, потому что каждым следующим днем ответственность будет нарастать, и свобод будет все меньше и меньше и меньше. А пока вот то самое замечательное время, когда нужно что-то делать. Кроме того, что в школу ходить, делать надо что угодно, вообще что угодно. И то, что вы, наверное, еще чем-то каждый занимаетесь, но то, что вот есть замечательная такая инициатива, где вы трудите, здорово, здорово, мне нравится. Чем мы занимались? Мы били баклуши, мы активно делали каждый год студенческую весну, мы участвовали в КВНах, мы где-то работали в лабораториях, мы пытались немножко зарабатывать деньги там, где это было можно делать легально. Ну, собственно, наверное, не сильно отличаемся от сегодняшних студентов в этом плане тоже. Вот весь этот набор. И, собственно, чем хорошо активничать в это время, это вот как ребенок, когда встает на ноги, да, ходит, бьется головой, там, падает, встает опять и так далее. Если ребенок нарабатывает навыки, вы также нарабатываете навыки по взрослой жизни, да, вот всеми этими и баклушами, и, я не знаю, танцами, и вот студенческими клубами и так далее, вы нарабатываете, собственно, навыки. Вполне возможно, не дай бог, ну, там, пару лет по каким-то причинам не будет сильных, значит, людей, которые вот сейчас с энтузиазмом тянут все это, разочаруются, они так далее, распадется это дело. Опыт все равно не пропадет, опыт не пропадет. Вот наработанные все знания, умения, связи, все, что хотите, это отличный опыт, опыт взаимодействия, опыт решения проблем и так далее. Скажу важную вещь. Статистика есть какая-нибудь? Сколько студентов работают по своей специальности? Мне кажется, ну, у нас, у нас... Закончившие. Я не могу сказать, но мне кажется, что очень мало. Вот мой курс, который закончили по специальности, было две группы, по специальности работают человек пять, наверное, из человек сорока. Мы всегда мучаемся, какую профессию выбрать, какую специальность выбрать и так далее. Вас в институте больше учат не профессии, вас тренируют мыслить мозгами, точка. Чем заниматься в жизни, вас жизнь потом научат, заставят там и так далее, вы там нащупаете сами по себе, да? Здорово, если по специальности. Если не по специальности, абсолютно так же здорово, потому что в первую очередь у вас натренированные мозги, вас учили думать, вас учили воспринимать информацию, вас учили принимать решения, разбираться в этой информации и так далее. Вот сдавать экзамены – это большое дело, да? Уметь, потому что что ты делаешь, ты достигаешь, у тебя есть цель, ты ее достигаешь. Какими путями – это твой выбор, да? Но ты достигаешь своей цели, это главное. Вот, поэтому вот большое мучение обычно бывает у молодежи. Ту ли я специальность выбрал, а там я сижу. На самом деле, по большому счету, большой разницы нету, да? Потому что вы учитесь в первую очередь, я повторюсь, тренируете мозги, тренируйтесь у себя самих. То есть любая активность – это круто? Да, однозначно, однозначно. Сидеть на известном месте – вот это не круто, а вот активничать, что угодно делать – это круто. Уже через год после выпуска вы начали работать в международной компании. Как у вас это получилось? Так получилось? Нет, ну, нет, расскажу. Расскажу, нет, 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 нет. Смотрите, есть что похвалиться, реально есть что похвалиться. Когда, надо признаться, что учеба в политехне была сложной совсем. В Самаре у нас было даже такое, поговорка такая была. Как это? Это «Ума нет, иди в пет, стыда нет, иди в мет, у кого ни тех, ни тех, поступайте в политех». Это как раз про нас было. И, повторюсь, учиться было не очень сложно, но как-то дергалось внутри, что что-то я вот, наверное, не дорабатываю, что-то еще, наверное, можно. И в какой-то момент появился английский язык, и появилось понимание, что английский становится необходимым, нужным, обязательным, как примерно знание компьютера, как такие вот вещи, которые тоже появлялись только-только. И вот язык, язык, язык. Мы пошли на… нашли какие-то курсы, начали заниматься, а потом пришло понимание, что это как вот спортзал пойти. Записался в спортзал, первые две недели бегаешь с удовольствием, вторые две недели бегаешь без удовольствия, а потом совсем не ходишь никогда. Вот. Здесь примерно такая же ситуация начала проявляться, и чтобы оно так не случилось, я там придумал такой ход хороший, я считаю. Я громогласно всем друзьям, всем сокурсникам заявил громко, что я буду защищать диплом на английском языке. Все сказали «вау», и все, естественно, ждут. А когда все ждут, то уже варианта свалить уже не остается, и поэтому мы доучились на английском языке, и я первый студент в истории Самарского политеха, который защитился на английском языке. И когда вот стало понятно, что язык прогрессирует, и это получается некий скилл, который немножко меня отличает от большинства таких же студентов, естественно, если ты обладаешь чем-то, отличающим тебя от остальных, то на этом надо, конечно, максимально капитализировать. Вот, это было время, когда только-только открывалась страна внешнему миру, и поэтому я решил капитализировать на этом деле, и два года пробивался у нас был завод такой погружных электронасосов, он был продвинутый, он тогда в конце 80-х годов торговал своей продукцией в Европу, в Америку, там все было круто. И у них был отдел внешних связей, я два года туда, будучи студентом, пытался, ну, ходил в зимние каникулы, пытался встретиться с директором, даже удавалось встретиться, говорил, что я такой замечательный студент, изучаю английский язык и так далее, он обещал меня взять, вот, поэтому я пробился в итоге туда, а потом у данной компании было совместное предприятие с англичанами, сразу попал туда, вот. Мораль. Вот из этой истории мораль какая? Ребята, если вы можете в этой жизни нащупать что-то, что вас отличает, и его вот разработать себе, какое-то умение, какое-то знание, какое-то чего-то, это большая вещь, про это поговорим отдельно, на этом надо сразу капитализировать, потому что все все умеют, и все там плюс-минус более-менее одинаковые. Мы живем в конкуренции в жизни, если у меня есть одна рука крепче, чем у всех остальных, я этой рукой должен там как-то качать, если она просто большая и крепкая, а я ее не использую, нафиг мне такая рука нужна, да? Здесь, если у вас есть какой-то выдающиеся способности, скиллы и так далее, и вы их можете развить, то, конечно, на этом надо постараться потом капитализировать как-то. Здорово, классный урок. Я, на самом деле, еще одну услышал штуку, вы сказали, что вы брали и стучались, то есть, я не знаю, в моем понимании, это еще один урок, если ты хочешь достичь, иди и скажи об этом. Это да, это тоже постепенно пришло в жизни понимание, вот да. Тот факт, что я защищался на английском, был такой прикольный, потому что все сказали да, все сказали вау, точнее. Сначала сказали, друзья, вау, и мы как-то, а время подходит, диплом надо писать, а формат я не понимаю, как писать, да, как вот, на двух языках никто. Прихожу на кафедру, говорю, вот такая идея, они, о, круто, молодец, давай, делай. Я говорю, а как надо? Они, мы не знаем, в деканат сходи. В деканат. То же самое, реакция такая же хорошая, как, что, не знаю, сходи на кафедру иностранных языков. Пошел на кафедру, то же самое. Три главных, в данном случае, подразделения. Все говорят, здорово, типа, идея поддержим, но не знаем, как. Вот, пришлось физически вот так вот выдернуть их всех, собрать, посадить их вместе за стол. Они договорились, какой формат всех устроит, и в итоге мы это сделали, да. Здесь, здесь, какая мораль может быть? Смотрите, у нас у всех в этой жизни есть какие-то наши хотелки, задачи, там, цели, которые мы хотим достичь. Но мы все живем в неком бронзском движении. Когда я хочу дойти из точки А в точку Б, хочешь, не хочешь, чей-то интерес мы там где-то пересекаем. И нам очень бывает страшно, да, вот много каких-то больших дядек, тетек в этой жизни, а я маленький, они все занятые такие, а у меня какие-то мои маленькие хотелочки и так далее. Если всю жизнь этого бояться, то ничего в этой жизни не получится. И тут нужно понимать, что вот эти дядечки и тетечки большие, они такие же человеки. У них такие же свои хотелки, у них такие же свои задачи и так далее. Ваши задачи и хотелки ничуть не меньше и ничуть не менее важны, чем их хотелки и задачи. Более того, коль скоро эти ваши хотелки ваши, и они важны вам, и от того, что случатся, а не случатся, зависит ваша как раз жизнь, судьба, там, что хотите, то надо идти и делать, и обращаться к тем самым большим дядям и тетям, и говорить, я хочу вот это и это. Потому что у тети и дядь, у них, дядь и тетя, тетя и дядь, у них список своих там задач, и ваша задача вполне может попасть туда. Почему вы обязательно должны быть внизу списка этого? Можете прийти и сказать, мне очень надо, и попасть наверх туда. Пока не спросите, не узнаете, пока не попросите, не получите результат. Поэтому, когда очень надо, надо вставать, идти и делать просто. Жизнь показывает, что это возможно. А когда мы потом узнаем, вот этот вот мем-то популярный сейчас, что так можно было. Вот это прямо из жизни, абсолютно. Мне кажется, ну, то есть, это о переговорах, я думаю, об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас еще один вопрос. Вот получается, если посмотреть на биографию вашу, через 4 года после того, как вы попали в компанию, вот в рамках Energy, да, через 4 года вы уже стали, ну, таким управляющим, операционным менеджером. Да. Как? 4 года. Ответ знаете, так получилось. Смотрите, нет, ну, здесь, как, не знаю, как. Сейчас попробую как-то объяснить. Нет ответа, я не знаю. Так получилось, ребят, нет ответа. Так получилось. Хотелось, реально хотелось. Реально хотелось, поэтому... Была мотивация? Да, 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 да. Я просто не могу нащупать, вот что реально было, что получилось, не знаю. Можно? Да, да. А что вы сделали тогда, чтобы достичь этого? Ну, вот примерно как вы. Вот сейчас вы могли сидеть с друзьями и пить пиво, смотреть футбол, правда? А вы вот здесь что-то изучаете. То же самое. А, есть желание и мотивация. Б, если оно есть, надо идти и делать. На работе... А, вот, 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 вот. Нащупал очень ценную мысль. Ребят, смотрите, что происходит в этой жизни. В любом коллективе. Ну, не знаю, может, сейчас молодежь немножко по-другому, но вот в нашу молодость, в школьном коллективе, в классе, там, я не знаю, с пацанами, там, с ребятами, с кем-то, очень часто, когда есть там задача, что-то надо сделать, и народ такой сразу, у-у-у, так. А кто-то подскакивает такой, я пойду и сделаю. И все такие ему, тебе больше всех надо? Вот что ты подскочил и пошел делать, да? Вот зачем? В любом коллективе бывает тот, который подскакивает, идет и делает. Он часто бывает такой белой вороной. Он часто делает при этом кучу ошибок и над ним еще похихикивает. Типа, вот, идиот, блин, опять там что-то напортачил и так далее. Происходит интересная вещь. Во-первых, этот идиот вчерашний, он набивает шишки, он получает опыт, он постепенно натренировывается. Раз. А во-вторых, идем по жизни и в коллективе встает вопрос, какая-то большая серьезная задача. Кому дать? Тут уже даже нет вопросов. Ну, Вася, конечно, он всегда идет и делает. Понимаете? И потом, дальше, вы когда работаете, это то же самое. Вы работаете в коллективе, выходят разные задачи. Кого-то надо ставить начальником. Кого ставить начальником? Вот того самого пацана, который немножко идет, но который идет и делает, который в итоге добивается результата, который делает. По-другому не выбирать. Либо ты родственник директора. Вот мы сейчас выяснили. Второе случается реже, а первое случается значительно чаще. Надо быть тем идиотом, который идет и делает. У нас вопросы задают. Давайте. Немного останемся в таком мере. Насколько эффективна тренировка мозга по программе Техтайп? То есть, насколько эффективна в вашем случае была тренировка мозга, как вы говорили, когда вы обучались в третий. Ну, скажу. Я тоже хвалюсь не теми вещами сегодня, но тем не менее. И это в жизни тоже получился, очень серьезная помощь получилась. Надо признаться, я не лучший был студент с точки зрения систематичности учебы. Мог где-то пропускать, мог где-то недоучиться и так далее. И приходит момент раз в полгода, когда момент истины, когда нужно прорваться через сессию. И какие-то предметы ты конкретно понимаешь, что ты там где-то напропускал, недопонял и так далее. Но у тебя есть задача получить оценку. И здесь постепенно начинают включаться внутренние механизмы того, где ты получаешь результат, имея недостаточно ресурсов. Сейчас объясню, что такое. Ну, то есть, в данном случае это получить нужную тебе оценку при условии, что у тебя не все знания есть. Да? И здесь нужно креативить. Где-то это были банальные списывания, да. Но не часто. Ты просто включал мозг и ставил себе задачу не изучить весь предмет, потому что в последнюю ночь прочитать этот учебник невозможно. Задачу по-другому надо ставить. В таком случае уже, когда поздно учить теоретическую механику, но завтра по ней нужно получить, допустим, оценку. Тогда вопрос ставится не знание получить, а получить оценку. а это другая задача. И она решается немножко по-другому всякий раз, да. И дальше это пригодилось в том плане, что в жизни, когда ты решаешь какие-то другие задачи, у тебя ресурсов всегда не хватает. Денег не хватает, людей не хватает, материалов не хватает, знаний не хватает, и так далее. А нужно получить результат. И это прикольно, когда ты можешь получить качественный результат при условии, что в начале пути у тебя явно не хватало ресурсов. и способность добиваться таких вещей, это тоже большой опыт, который я оттуда из института вынес. Что я имею в виду? Я наговорился с этим, может быть, неправильно был, может, слишком. надо смотреть, кому ты сдаешь экзамен. Надо думать о том, что этому преподавателю от тебя надо. Надо работать на этого преподавателя в получении твоей оценки. Надо думать про кафедру, у кафедры какие-то. Ну, то есть, всякий раз находить те точки, на которые ты можешь сработать, потому что у тебя задача конкретная, банальная, простая. Тебе нужна, нужная тебе оценка. И повторюсь, это не всегда через знание получается. Очень часто бывает, и вы, наверное, тоже с этим сталкиваетесь, ребята, которые знают материал, выходят с трояками, а какой-нибудь проходимец выходит раз, у него пятерка. Бывали такое, да? Наверное, бывает. Это вот разные немножко вещи в этой жизни. В этой жизни нужно и материал знать, и уметь прорываться, получать результат. Не прорываться, а получать свой результат. Вот эти вот две не всегда одинаковые вещи, они частенько бывают разные. Спасибо. Мы говорили о том, что мы переходим к вам как молодого специалиста к вам руководящему. То есть у нас сегодня была тема мастер-класса переговора. Вам наверняка в роли вице-президента, в роли CEO неоднократно приходилось проводить переговоры. Расскажите о своем опыте, не знаю, расскажите какой-нибудь самый интересный, запоминающийся кейс, что вы в нем делали, я не знаю, техники, техники, как это все происходило. Слушайте, переговоров много разных было, каждый день переговоры, ты ежеминутно с чем-то, о чем-то торгуешься. Я бы немножко про большую картинку переговоров поговорил. Что есть переговоры? Переговоры есть ваш путь достижения необходимого результата. Правильно? Как сказал Остап Бендер в нетленном произведении «12 стульев», переговоры есть путь к согласию, а согласие есть продукт при взаимном непротивлении сторон. Что такое переговоры? Переговоры – это когда тебе нужно убедить противоположную сторону в твоих задачах. Существует миллион техник, существует целые школы, ассоциации переговорщиков, очень много разных техник, прикольных техник. Там простейшие, известные, там плохой полицейский, хороший полицейский. Вы выставляете двух людей, один гнобит, 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 потом появляется второй, и та сторона, которая уже устала от нехорошего, с радостью прыгает в объятие, да, согласен, все, подписали, побежали. Либо бывают техники разговорные, там кодируют противоположную сторону, там техники разговоров, каким голосом, кому надо заглянуть в глаза и как сказать надо. Или бывают техники, когда, знаете, вот в некоторых компаниях, даже есть такая техника, в переговорной комнате вешают портреты работников и руководителей компании. человек, когда приходит со стороны, он садится, а напротив него один или два или три, то тут получается целой толпой наваливаются, да, и это вот такое психологическое давление. Либо бывает на переговорах сажают раздражителя, которого задача этого человека тебя постоянно раздражать, выводить из себя, собственно, да, он не участвует в разговорах, но он находит одно-два слова, чтобы тебя постоянно выводить из себя, постоянно выводить из себя, пока тебя ведут туда, куда тебя надо привести. А у вас был такой случай? Бывают. Подождите, но я хочу сказать другую вещь. Вот иногда очень люди часто увлекаются вот этими техниками, часто увлекаются, это техники, это инструментарий, это по большому счету не так ценно. Ценно возможность или невозможность получить ваш результат. А техники, это ну так немножко, можно так заходить, можно так заходить. Бизнес-школы иногда увлекаются, вот рассказывайте техники, и мы воспринимаем переговоры как некую войну, как некую драку, что нужно вот победить ту сторону обязательно и так далее. Я считаю, как раз ровно наоборот. Ну, опять, это банальность некоторая и скажу, из любых переговоров, из успешных переговоров обе стороны должны выйти с пониманием, что они немножко надули противоположную сторону. Причем обе стороны. Также в переговорах обе стороны, выходя, они немножко дураки и идиоты, потому что они немножко проиграли. Это тоже все для себя должны понимать. Даже если вы станете хорошим переговорщиком и будете этим серьезно пользоваться, то это может работать против вас. Вы один раз нагнули противоположную сторону, второй раз, третий раз, очень быстро все узнают, что вы такой мощный переговорщик, с вами никто не будет дело иметь. Вас все будут бояться, игнорировать, убегать там от вас. А вам нужно же, вам же не один раз нужно выиграть. И вам нужно выиграть не переговоры, а вам нужно получить результат. А переговоры это лишь маленькая часть в долгой дороге получения результата. Это просто вот как месседж такой, что не увлекайтесь переговорными техниками, фокусируйтесь на главном всегда, разговаривая. А если вы хотите получить хороший результат от вашей стороны, не бойтесь сдавать. Не бойтесь сдавать какие-то позиции. И что очень ценно, вот это вот как раз очень хороший опыт и очень хорошая тоже банальность, которую нужно помнить. Иногда очень важно, точнее, иногда очень не страшно проиграть битву при условии, что ты выигрываешь войну. Иногда переговоры можно конкретно проиграть, если ты знаешь, что ты делаешь, если у тебя там есть план хороший. У меня так было, мы вот, компания Торгин, да, это была часть Башнефти, которую мы производили, и, собственно, заказчик Башнефти, большая нефтяная компания, которые нас гнобили, 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 и, ну, в смысле, переговорный процесс был долгий на полгода, и мы там утрясали условия, расценки, большая вообще была очень история, знаковая такая, и были конкретные переговоры, где с их стороны было человек там 15, с нашей стороны человек 3-5, мы маленькие, ну, мы подрядчики, они заказчики, они деньги платят, как бы, да, это вот штука такая, и они нас вот в этих переговорах размазали прям вот жестко, и мы сдали кучу позиций, согласились на много, имеется в виду, там, каких-то их хотелок условий, и мы выходим, моя команда меня ругает, как же так, Камиль, мы все сдали, все плохо, все пропало, значит, заказчики выходят счастливые, эх, вы какие бодрые, заходили на переговоры, а вот мы вас как сделали, все хорошо, вот мы ушли, я посадил ребят, они на меня обижаются, зачем мы все цены им взяли, все, я им объяснил, мы только что проиграли битву, для того, чтобы выиграть войну, в итоге мы подписали офигенный контракт, на очень порядочных условиях, потому что там надо было понимать для себя, либо мы на чем-то договоримся, у нас будет контракт, будет работа, будет проект, будет бизнес, все хорошо, либо если мы встанем в супор двумя сторонами, мы просто порушим все, да, ну и что будет от того, что мы стояли на своих условиях, что будет от того, кому мы что доказали, что мы крутые, что толку от того, что мы крутые, если мы бизнес не сделали, а здесь получилось как раз наоборот, мы дали той стороне возможность само удовлетвориться, то есть у них были свои задачи, они часть из этих задач получили, они себя стукнули в грудь кулаком, типа мы красавты, мы их уделали, все здорово, и так далее, мы получили шикарный контракт, получился бизнес, он пошел, те люди, которые вот тогда топтались как бы на нас, на тех переговорах, и сразу позже, и до сих пор, они нас очень уважают за то, что мы тогда все это сделали, те самые люди, которые нас, то есть очень часто мы вот эту переговорную вещь воспринимаем слишком лично, слишком, слишком, как если бы это была задача, переговор не есть задача, ребята, да, вот это надо для себя помнить, несколько вещей, а, переговор не есть самозадача, это просто один из путей достижения вашей проблемы, в смысле вашей, вашей задачи, б, в переговоре нужно всегда противоположной стороне что-то дать, обязательно, Потому что те люди, с которыми вы ведете переговоры, вам очень нужно, чтобы они возвращались к вам в переговоры, чтобы людям было приятно с вами дело иметь. Даже если эти люди не вернутся, все равно информации будет, что вы хороший переговорщик, что с вами приятно иметь дело, что с вами можно договариваться, что вы нормальный бизнес, что хотите. Поэтому не бойтесь сдавать, оно возвращается. И повторюсь, вот последнее, не страшно проиграть битву, если вы нацелены на то, чтобы выиграть войну. То есть, получается, ваша цель первостепенно, и вы должны быть воспитанным и приятным человеком, правильно? Ну, не только. Да, да, да. Когда слышишь о таких компаниях, как Таргин, Башнефть, возникает такой вау-эффект, потому что смотришь на количество денег, которые обсуждаются в переговорах, которые заключаются, эти договоры потом еще. Просто офигеваешь, извините за слово такое, но очень много сейчас веяний таких, которые говорят о том, что, во-первых, возникают возобновляемые источники энергии, такие как солнечные батареи и так далее. И кто-то говорит, что тоже, как ты, 30 лет назад, нефть закончится, а вот для наших сейчас выпускников, ребят, которые здесь сейчас сидят, кто-то у нас, я знаю, есть из Губкинского, да, там есть физики и так далее. Какой им резон, какой им резон идти в нефтегаз, в эту сферу? Хорошо, могу сказать. Ну, если говорить чисто про нефтегаз, про нефтегаз конкретно, я думаю, мы обречены еще следующие лет 30-40 жить с нефтью и газом как минимум. Потому что при, я тоже люблю солнце, я тоже люблю вот самые, все эти вот хорошие вещи, я как и все обожаю там и Илона Маска и все остальные, значит, хороших ребят, которые все это делают, но в течение ближайших еще нескольких десятилетий нефтегаз будет основным источником энергии на планете, перед, вариантов нет. Даже если сегодня мы научимся делать экономичные электрические машины, а мы еще не научимся их с десяток лет делать, да, потому что супер дорогие сегодня Тесла, Ягуар, еще несколько машин, которые есть электрические, они супер дорогие, они все субсидируются. Даже вот те огромные ценники, по которым они продаются, это неправильные ценники, нечестные, они субсидируются государствами. То есть пока еще все это сложно и дорого, раз. Если даже мы изобретем дешевый автомобиль, то представьте, сколько нужно будет сил и усилий, чтобы поменять всю огромную инфраструктуру, которая сегодня построена именно на двигатель внутреннего сгорания, да, и все с этим связано, раз. Вся энергетическая система, мы до сих пор большее количество электроэнергии вырабатываем при помощи тех же самых нефтегаза, мазута, угля и так далее. Большую часть нефтегаз. Нефтегаз как источник материала, углеводород как материал, пластики, резины, все, что хотите, да, все это тоже оттуда делается. Поэтому нефтегаз еще будет сколько-то лет. Но, как сказал один грамотный товарищ, которого я имя сейчас не вспомню, он был министром нефти Саудской Аравии, он сказал, что каменный век закончился не потому, что закончились камни. Вот, нефтяной век тоже закончится раньше, чем закончится нефть. Вот, просто это к диалогу, сколько нефти на Земле, ее достаточно еще дофига. Вот, но мы в один прекрасный день, да, слезем с той самой пресловутой нефтяной иглы и сядем на новую иглу, которая будет называться Солнечная игла. Потому что мы над собой имеем термоядерный реактор, абсолютно халявный, мы просто не умеем его использовать. Да, вот когда научимся, тогда и перейдем на Солнце. Но на это нужно будет реально несколько десятков лет еще. Несмотря на то, что все мы видим, как быстро все меняется, как быстро развивается Солнечная энергетика и так далее. Да, мы не придумали там главного пока еще, не решили главного вопроса, как сохранять эту энергию. Все остальное более-менее научились делать, сохранять еще пока не научились. Можем тоже научиться, но это вот, это несколько десятков лет, 30 лет точно. Два вопроса. Давайте. Какая важность иностранных языков в ничьейной сфере? Например, таких, как китайский, например, или арабский? То есть ни английский, ни там китайский. Понятно, понятно. Китайский, ни арабский. Слушайте, ну, это язык универсальный. Так получилось, что это главный универсальный язык на планете. Вот. Все остальное экзотично. Да, если вы хотите работать на Ближнем Востоке только, тогда, конечно, учите арабский. Если вы фокусируетесь на Китае, учите китайский. Английский язык, я считаю, ну, собственно, для вас, для вашего поколения вообще не удивление. Да, английский язык, он уже такой, один из обязательных таких чеков. Компьютер, чек, язык, чек, чек, чек. Вот. Поэтому, да, знание других языков приветствуется. Знание английского языка, я считаю, это обязательно для любого нормального думающего человека, живущего на сегодняшней планете. Если не мы это придумали, так уж случилось, что английский язык, да, захватил вот это межнациональное коммуникационное пространство захватило. Еще один вопрос. Какой, на ваш взгляд, сейчас наиболее перспективный ректор развития в Метцентре, как начать карьеру в иностранственном северном плане? Чем заниматься? Заниматься как раз, вот, если говорить про нефтегазовую сферу, то заниматься надо, конечно же, новыми технологиями. Как то конкретно техническими технологиями, так и технологиями. И, смотрите, вот, если совсем большую картинку посмотреть и сказать про нефтегаз, вот, когда, там, я не знаю, 20 лет назад, 30 лет назад, никто не знал, что такое баррель и что такое цена этого барреля. Вообще никто не знал. Никто вообще не видел нефтянку вообще. Ну, то есть она где-то была вот там, где-то далеко, как примерно шахтеры. Кто из вас знает детали того, как устроена шахта угольная, допустим? Кто-то знает вообще? Вот примерно так же никто, ну, вот, да, один человек. Вот примерно так же раньше знали и про нефтянку. Она была такой же, вот, какой-то непонятный там видом деятельности, которую хорошо понимают только специалисты узкие, вот, они там ковыряются в нефтегазе. Почему сегодня стал настолько популярен нефтегаз, не только в России, кстати, а по всему миру? Потому что в какой-то момент в глобальном масштабе стало глубоко не так важно, какие у тебя вооруженные силы, сколько у тебя ядерных ракет там и так далее, да, для того, чтобы управлять миром. Вот как раз энергоносители стали одним из главных рычагов воздействия друг на друга и таких вот обменных вещей, как деньги. И здесь даже стало важным не столько, не столько, сколько ты владеешь энергоресурсами, да, сколько там залежи нефти и газа, допустим, а как ты можешь влиять на глобальные потоки, энергопотоки. И вот последние пару десятков лет действительно нефтегаз стали такими, стали валютой глобальной. Поэтому мы сегодня знаем и про баррель, и сколько он стоит, и почему он один день стоит столько, другой столько. Сегодня даже таксист разбирается, потому что это четко сказывается на его зарплате. Он знает там, если вот нефть поперло вверх, значит рубль тоже укрепится, значит он не будет так сильно падать. Он знает, как нужно будет менять тогда рубль на доллар там и так далее, да, все мы стали разбираться. Вот. Я к чему? К тому, что, если конкретно нефтяник касается, это технологии по тому, как ее лучше добывать или как ее лучше перерабатывать и так далее. Но технологии, повторюсь, не только технические, а технологии именно коммуникационные, торговые, геополитические. Это все интересно. Мир нащупывает новые сегодня пути взаимодействия и использования энергоносителей, как одного из мощнейших инструментов взаимодействия между государствами. Блин, очень сложную фразу сказал, но вот примерно так. И там второй такой вопрос, ну как начать карьеру на страну? Как начать карьеру? Правильно написать резюме. Нет, не так. Нет, ребят, 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 начинается заранее, да, начинается заранее, во время, ну я уверен, большинство из вас это делает, во время летних каникул не бакланить, а пытаться получать практику в хороших компаниях знаковых. Причем, сходить на стажировки, не просить за это зарплаты, просто просить, ребята, пустите меня внутрь, я буду работать у вас стейплером, буду носить вам бумаги, просто пустите, буду сидеть у вас на ресепшене и отвечать на ваши звонки, пожалуйста. Вот, ходить туда, смотреть, учиться и добиваться того, чтобы у вас в вашем резюме появилась маленькая строчка, что лето он провел в такой-то конторе. Хороший контор. Следующим летом примерно то же самое. Вот, а потом, когда вы закончите вуз и придете первый раз там, где требует всегда 8 лет опыта, там и так далее, да, вот эта вот пресловутая классическая проблема, то вы уже придете, вот эти вот по месяцу буквально, по полтора месяца летом вы просидели, проработали стейпером, но в какой-то серьезной компании, это уже большого стоит. Во-первых, разбирайте, что там происходит, во-вторых, рекрутер, он достаточно прямолинейный человек, он идет по процедуре, он открывает резюме, он смотрит, что там есть, пам-пам, о, круто, о, отлично, давай-ка мы его сюда двинем. Все, а там вы были в Procter & Gamble, вы были, там, я не знаю, в Лореале. Что вы там делали в Лореале, всем без разницы, но вы были в Лореале официально, он может туда позвонить и сказать, Петров был в Лореале в таком-то году, там кадровая служба, да, Петров был, все правильно, все, спасибо большое. Все, это дорогого стоит. И самое главное, ничего не бояться, ходить и здесь опять, смотрите. Если у вас просто задача попасть, я не знаю, в Shell, в Газпром, любимая тема, да, российская игра, попади в Газпром называется. Уборщися. Да, 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 стань уборщися Газпрома. Вот. Если вы просто хотите тупо попасть в Газпром, то будете тупо ломиться в дверь и будете тупо получать стандартный ответ, да, компания защищается, у нее много наработанных инструментарий, как тебя отпинывать. Вот. Поэтому нужно смотреть с другой стороны. Всегда нужно смотреть не своими глазами, а глазами противоположной стороны. И это как раз одна из главных техник переговоров. Вы когда садитесь за стол переговоров, смотрите глазами, сажайте себя вот на то место, да, и разговаривайте вот с тем человеком, как если бы это были вы и сидели там. Здесь то же самое. Здесь нужно понять, немножко посидеть в интернете, немножко кого-то поспрашивать, немножко поанализировать и посмотреть. Я не знаю, вот Газпром мы взяли, да, за пример. Газпром вообще берет людей вообще физически? Если берет, то куда берет, на какие вещи? Вот эту штуку выяснить. Потом подумать, а почему они принимают то или иное решение, почему они берут тех или иных людей. И если есть возможность немножко что-то узнать, то себя немножко в эту сторону и перепричесать. Ну то есть людям надо нести те ответы, которые они хотят получить. У Газпрома те же самые задачи. Им нужны правильные головы, им нужны хорошие рекруты, им нужны хорошие специалисты. У них большая проблема. У них нету нормальных специалистов, у них нету нормальных постградиоц. Они не знают, где найти нормальных ребят, потому что все, кто приходят, какие-то сволочи, идиоты, бездари, неучи, замучились мы с ними. У них точно такая же проблема, ребят. Дайте им, принесите им подарок. Сделайте так, что они на вас посмотрят и скажут, ну вот, наконец нормальный человек пришел. Слава богу, давай мы его сейчас засунем. Это можно делать, надо немножко включить креатив, надо немножко включить, там раскрыть ушки, открыть глазки и посмотреть сначала, прежде чем мы пришли. Повторюсь, у всех этих компаний, естественно, куча фильтров на входе стоят, как вас туда не пустить. Вот. Да. Надо поспрашивать, надо посмотреть, и надо дать им тот ответ, который им нужен. Так же, как в любых переговорах, так же, как в любых санташе. Спасибо большое. Да, вот вы сказали, что, типа, этот не очень тупой, этот как бы еще, а как бы тем самым, вот, я не знаю, по-моему, молодые специалисты приходят кто-нибудь, вот как бы тем молодым специалистам, что сейчас делать, чтобы после университета прийти в компанию, ты сколько бы ты нормальный, типа я тебе там что-то поработал. Хорошо, смотрите, ну, во-первых, все компании проводят, это факт. Я прошу прощения, давайте уточню, скажем так, не что делать, а я не знаю, какие качества, я не знаю, какие навыки, кто должен быть, кем должен быть тот человек, которому бы вы, там, после студенческой скамьи, вы бы сказали, что это достойный человек, который, там, обладает большим потенциалом, мы ему что-то доверим. Но он себя должен проявить, он должен, он должен появиться, он должен, слушайте, в этой жизни мы все себя продаем, каждый день, так или иначе, вот взаимоотношения их друзей, два приятеля, вы думаете, вы просто так общаетесь, вы не просто так общаетесь, вы друг другу чего-то даете, просто если вы друг другу ничего не даете, вы не будете приятелями, да, вы друзья, потому что вы друг другу что-то даете, получаете, это вы друг другу продаете, здесь то же самое, взаимоотношения работодатель и работник, то же самое, обе стороны дают и получают то, что им надо. И здесь надо смотреть глазами той стороны как раз, что хочет работодатель, какие задачи, смотреть, что происходит. Универсального ответа нет, он будет неправильный ответ, если кто-то встанет и скажет, вот есть универсальный ответ, работает всегда у всех компаний, делайте так и будет неправда. Все компании отличаются, коллективы отличаются, у них культуры разные, у них ценности разных в компаниях, у них задачи разные, надо просто смотреть, надо, универсального ответа нет, надо смотреть, чем компания занимается, какие у нее задачи, оттуда понимать, что популярно в этой компании, какие знания, какие у них приоритеты и так далее. И как раз, ну это как вот в старом анекдоте, такой немножко такой пошловатое чуть-чуть даже анекдот, старый, древний, когда мужчина садится в поезд, подходит к своему купе и только открывать, а там смотрит три девушки сидят, и вот такой, не входит, а ухом так раз, о чем разговаривает, они о мужчинах разговаривают, и одна говорит, там девушки, я вообще вот спортсменов люблю, они такие классные, они такие, вот, вторая говорит, да что спортсмены, вот военные ребята, они вот настоящие ребята, вот я военных люблю, которые в погонах и так далее. Третий говорит, да вы не знаете, вообще ни те, ни другие не работают, вот я тут с грузином встречала, с грузином там лучшие люди, вот этот парень дверь распахивает и говорит, ой здрасьте девушки, разрешите представиться, мастер спорта, подполковник Чигашвили, вот, это к тому, что если вы понимаете, что ценно там, в том коллективе, куда вы хотите попасть, продайте себя именно таким туда, вот, вот, наверное. Спасибо, вы сказали, что универсальных ответов нет, да, а можно мы немножко про вас поговорим, да, что вы цените в сотрудниках, давайте так, тут есть вопрос про ценности, есть ответ, есть ответ, есть про ценности ваших, да, ценности, ну, вот в чем вы были бы, то есть, какие ценности, что для вас, нет, какие ваши личные ценности и что вы цените в других людях? Да, мои личные ценности остаться человеком, да, чтобы, чтобы, потому что, смотрите, здесь мы тоже себя частенько загоняем мы там нацелимся на какие-то результаты мы нацелимся на какую-то карьеру мы нацелимся на то количество денег которые мы хотим заработать или я не знаю там влюбить себя там какое-то количество девушек там разные могут быть да у всех задач важно при всем при этом оставаться человеком важно помнить что все это вторично карьера вторично количество денег вторично признание вторично так далее вот баланс всех интересов и способность остаться внутри человеком честным к самому себе первую очередь который может самому себе ответить на самые критические вопросы примерно а кого мы здесь обманываем да а давай-ка честно признаемся там так далее вот если можете ответить на такие вопросы то ты наверное где-то остаешься внутри человеком и этого цена ну опять банальности до всех денег не заработаешь эти деньги в гроб собой не унесешь люди стремятся создать мега на состояние статистика история показывает что любое самое огромное состояние разбазаривается уже на третьем поколении вы знаете это то есть первый какой-то супер мощный дядька заработал сколько-то миллиардов красавчик он посадил своих детей его дети второе поколение занимается тем что пытается сохранить более-менее то что папа заработал а третье поколение внуки они в клочья разбазаривают уже они не способны сохранить то огромное состояние на которое потрачено там сколько по судеб сил там вы все остального поэтому задаешься вопросом а вот насколько все это надо а вот человеком остаться это реально надо быть уважать самого себя в первую очередь чтобы это не делал это реально надо уважать своих близких да и чтобы близкие тебя уважали да вот это ценно вот поэтому чтобы мы не делали все таки почему 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 важно оставаться человек а что важнее я я не придумал я я всю жизнь ищут смысл жизни честное слово в разные периоды приходят там новые объяснения вот сегодня я понимаю что мы живем ради эмоций вот если отвечая на вопрос ради чего мы живем человек мне кажется живет ради эмоций а из по ценностей по дороге наверное вот сохранится хьюманом там они животным да это наверно тоже ценно быть разносторонне прозвитым иметь много разных интересов быть хорошо сбалансированным как-то там плюс-минус да вот наверное это ценно вот ответа здесь тоже нет человечество у человечества нет ответа ни на один вопрос это все должны понимать четко бывает только там в нескольких местах да в арифметике дважды два всегда четыре всегда в любых раскладах как не поверни а та же самая математика переведенная в экономику уже плавает и растягивается как гармошка в любую сторону экономика да хотя вроде та же самая арифметика вот и все кроме а вот солнце ставит каждый день заходит каждый день это тоже вот закон как бы да вот таких вот несколько штук всего а все остальное нет как у инштейна что относительно вот относительно до какой-то еще был вопрос сказали в других людях в других людях в других людях других людях если говорить про работу давайте вот есть две вещи да есть есть работники есть человеки разные вещи если наш разный взгляд на одно и то же если если смотреть про работника есть вот одна тоже ценная вещь и вы я уверен тоже с этим сталкиваетесь вот в работе часто бывает когда вот есть задача и все и ты приглашаешь человека говоришь ну что что к когда мы тут работаем мы все в мыли мы там вот 18 часов в сутки мы по выходным там так далее и вот мы мы работаем человек говорит вот это вот мы работаем это не ответы это не постановка потому что это это и релеван да это вот может как угодно быть это совсем не волнует волнует две вещи постановка задачи все исполнение все что внутри между неважно как человек справился за два часа и потом там неделю курил бамбук красавчик значит умеет как-то хорошо быстро работать если ему то же самое приходится делать через кровь потом через мат и так далее работая по 20 часов в сутки это его проблемы многие люди и многие из нас мы увлекаемся процессом мы работаем вот неважно работаешь ты или не работаешь важно то что была задача есть результат вот это важно все остальное не важно поэтому ценны те люди которые могут эти две вещи различать и способность фокусироваться на главном вот это ценно а если говорить про человеков в целом то наверное вот это то что я называл оставаться человек и развиваться как человек что важно и ценно учиться постоянно учиться всегда ну вот вот тут видно да я там учился много где два года назад я пошел в группу сегежа это очень крупная лесопромышленная компания вторая по размеру первым делом сразу же пошел в санкт-петербургскую лесную академию учиться да потому что ну понятно стало что нужно еще дополнительные знания чтобы учиться надо всегда да то есть ожидать что вы получили самое охеренное образование и и все как бы и круто это неправильно да человек сразу затормаживается и начинает деградировать как только он перестал учиться вот это вот и и она само у кого-то это бывает естественная тяга к знаниям постоянным а где-то надо себя тренировать вот то есть где-то по-хорошему заставлять себя развиваться и механизм а потом жизнь меняется быстрее быстрее и да и чуть только тормознул она ушла вперед а ты остался сзади у нас на самом деле стоят около пяти минут да я предлагаю два вопроса еще задать один из них это тоже про вас немножко какие привычки вашей повседневной жизни внесли наибольший вклад позитивный какие какие привычки да 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 нет привычка какие-то какие-то вырабатываются по жизнью на привычка и работа над собой это наверно поиск позитива с утра ну все мы знаем да вот когда просыпаешься утром меньше всего хочется улыбаться меньше всего хочется идти там на учебу на работу мишу и если к этому подходить ну вот просто тупо надо и тупо встал то это не радости не несет не и результат хреновый способность находить позитив даже в не самых приятных вопросах дорогого стоит и это можно тренироваться и можно этому как-то вот делать привычкой привычкой настраивать себя с утра что день крутой что все будет здорово что создавать то самое настроение создавать позитив и тогда все вот и проблемы которые на тебя в течение дня наваливается или ждут тебя уже ты с утра проснулся их много да но если ты успел перед тем как вот окунуться в эти проблемы если ты успел немножко позитив настроиться то конечно ты их съедаешь гораздо легче ну я думаю что у нас остается буквально две минуты и контрольный вопрос в голову давайте контрольный вопрос в голову несколько советов которые вы бы хотели дать которым вы хотели поделиться как кому как студентам как как студентам как 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 людям которые сейчас скоро начнут с этими знаю свой путь карьер понятно или уже молодые специалисты понятно согласно нормально хорошо давайте смотрите самое главное наверное во первых не загоняться не бояться да они загонят в том плане что а все пропало все плохо или там а не успел и все рухнуло а там еще что-то очень часто мы себя загоняем либо все плохо либо все страшно либо либо все пропало либо опоздал и теперь не догнать никогда все можно всегда догнать все можно всегда успеть все можно сделать Дело в том, что если позволяешь вот этой панике, как бы, тобой управлять в итоге, да, если ты ее спускаешь в себя, она тобой уже управляет, не ты управляешь. Если позволяешь панике управлять собой, то результат будет очень слабый. Поэтому здесь умение не поддаваться панике, а спокойно идти и делать то, что надо. Да, опоздал сегодня, да, там не успел сдать экзамен. Всегда можно договориться, всегда можно найти другое решение, всегда можно сделать. Я сам себя тоже периодически куда-то загоняю, вот, но вот оттуда надо вылезать. И вторая мега важная вещь, вот, вот, вот. Мы тихонечко его коснулись немножко. Очень важная. Один из мотиваторов, самых главных в этой жизни, он же является огромным демотиватором, это страх человеческий. Человек боится. Всегда. Всегда человек боится. Мы, когда маленькие, мы боимся больших, ну да, вот маленький человечек, все вокруг огромные. Вот, мы растем, они тоже большие. Нас пугают хулиганы с большими кулаками, нас пугают языкастые подруги, которые могут, значит, ухайдокать только языком тебя. Нас пугает, значит, страх быть осмеянным в коллективе, вообще это хуже нет, правда. Не дай бог, сейчас я вот что-нибудь такое сделаю и все, я там сдохну, все будут знать, какой я там кривой, косой, я не знаю, как я вот проходя по коридору упал. И потом, значит, видите, об этом же будут. И вот этот вот страх, он давлеет настолько, что человек цепенеет просто, да, как пресловутая обезьянка перед этой змеей Каа, помните, в Маугле, там эти вот бандерлоги, вот, и мы вот эти вот бандерлоги. Вот страха в жизни дофига различного. И если не научиться с этим страхом справляться, то твое движение, твое развитие тормозит жутко, не представляете, как. Надо задавать себе вопрос, как справляться. Вот самый главный страх на работе, типа начальник придет, там все, и люди мечутся, они не знают, что делать, все плохо, да, или там опоздаю на работу, а человек не спит, человек нервничает, у него волосы выпадают, он бледный, его трясет, с учебой такие же вот страхи, да, типа, а-а-а, все плохо. С работником, если про работу говорим, начинаешь, человек спрашивается, чего боишься, все плохо там, начальник. Какой самый главный страх на работе? Выгонить с работы. Крутой страх. Что еще может случиться? Других нету. Там руку потеряешь, ногу потеряешь, жизнь потеряешь, ребенку тебя отнимут, что может быть? Нет ничего. Самый главный страх – работу. Блин, ну потерял работу, да, и что, совсем других работ в этом мире нету? Или вот все вокруг встанут и такие, а-а-а, потерял работу, а-а-а, вот это вот, да? Вот эти страхи мы сами себе надумываем, нет этого. Если ребята вас выгнали с работы, это вам дали, вам билет выписали, подарок в следующую жизнь, вам просто сказали, парень, мы тебя больше не держим, иди посмотри вокруг. Еще столько интересных разных работ, которых ты не видел, потому что ты каждый день ходишь только на одну работу, и ты не видел, какие варианты вокруг есть. Так ведь еще, когда увольняют, тебе чаще всего еще пару месяцев оплачивают. Это тебе просто дали два месяца, иди, парень, гуляй, отдыхай, заодно присмотри себе новую интересную работу и так далее. А мы боимся этого, да? Или там вот преподаватель, он меня заругает, или там оценку не поставит, ну, не поставит оценку, ну, да? Даже если вот совсем плохо, там, ушли в ноль, завалили сессию, ну, блин, ну, возьми академ и потеряй год. Ох, целый год потерял. Да, со-вод. За этот год можно как-то использовать, чему-то научиться новому, да? Что-то сделал то, до чего руки никогда не доходили и так далее. То есть во всех страхах, на самом деле, реального страха в разы просто меньше. Мы боимся, мы боимся, мы приходим с кем-то поговорить, все, голос теряется, дрожит, мы теряем все мысли, мы не знаем, что делать, мы не знаем, куда себя деть. Выходим потом, когда вышли, блин, я столько хотел умного сказать, хорошего не смог. Есть всякие простейшие упражнения, там, я не знаю, фига в кармане есть такой, да? Который, вот, не возьмешь, называется. Идешь встречаться с большим каким-то огромным дядькой, очень страшно, нужно держать мысленную фигу в мысленном кармане и говорить, не возьмешь, я тоже крутой. Все, договорился сам с собой, договорился с этим дядькой. То есть вот таких вот маленьких инструментиков работы с собой, каждый работает там, находит разные инструменты, что с тобой конкретно работает, да? Что, с чем ты реально работаешь. Самое главное понимать, что подавляющее большинство наших страхов, с которыми мы живем, они надуманы на меже. Вот. И если мы об этом помним, первый шаг к решению проблемы – это осознание проблемы, да, и принять ее. Вот. Повторюсь, один из главных мотиваторов, и он же демотиватор в человеческой жизни – это страх. Надо просто с ними разбираться, с этими страхами. И когда ты с ними разбираешься, то жить легче. Наверное, хватит, да? Ну, я думаю, мы бы поговорили еще, но у нас тут… Да, у вас большие планы, да. Большие планы на этот вечер. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.